Доброе утро! Меня всегда удивляет наш дворник. На улице идёт снег, а он метёт, метёт и метёт. Ну, вот как-то так. А мы с Кэти ждём Вику. Они уже приехали, и мы ждём подарки. Кэти вот так вот ждёт. Вот. Она уже набегалась, и уже у неё такое ожидание в полудрёме. Да, Катюня? Она вернулась! Вот она! Ой, я хотела поснимать, конечно, как встречала Кэти, но это было невозможно. Потому что вчера она вынюхала, Вика твой, забирала улитку и завернула в этот пледик твой. Так она второй день ходит за мной следом, этот пледик ищет, его вынюхивает, вынюхивает. А тут такое, двери открываются, и Вика заходит. Нет, Вика не заходит. Да, Катя? А Вика сидит на коленях. Ещё вот так сидит перед дверью. Сидит перед дверью. Открывается дверь. Так, сейчас буду Вике показывать своего нового жильца. Питомца. Потому что питомца. Потому что в Доминикане она этого всего не видела, моего приобретения. Да. Да, тут сейчас все дружно, а ей имя придумываем. Ты можешь тоже поучаствовать. Викуся, открывай, смотри, что там у меня есть. Кто там у меня есть? Там. Ого. 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 Как это ты решилась на улиточку? Викусечка, она в очень тяжёлом состоянии была. Ты её спасала? Уже она в гораздо лучшем состоянии. Ой-ёй. Ой-ёй, да. Ой-ёй, ещё с тобой было. Да. Ну, говорят, она и падала. И я тебе покажу, в каком она контейнерике жила. Я удивляюсь, как она умудрилась вырасти. Наверное, у неё очень хорошие гены. Да. Да. И вообще выжить. Кэти, а зачем тебе крышка? Посади себе на руку. Я ещё не показывала её Кэти. Может, мы сейчас... Может, у нас сейчас будет знакомство. Ты хочешь съесть? Нет, пусть высунет рожки для начала. Чтобы... Потому что Кэти ж надо, чтобы она... Я тебе скажу. Она у меня тут два дня ползает по контейнеру. Она такая активная. Она ест без остановки. Она в этот мох весь зарывается, залазит. Так. Вот мы решили познакомить с Кэти. Кэти проявляет интерес, что там в контейнере. Что там в контейнере? Что там в контейнере? Иди сюда. Смотри. Что там в контейнере? Кэти. Ой. Ой-ой. Что это такое? Это кто? Это улиточка? Это улиточка хорошая. Если бы она ещё высунула свои рожки. Какая хорошая улиточка. Хорошая девочка. Хорошая. Что, Кэти? Совсем неинтересная или интересная всё-таки? Если бы она рожки высунула, было бы, конечно, интересно. Вот это монстрик. Вот это монстрик. Смотри, она вылазит. Вообще её это не интересует. Она засунулась тоже. Она вылазит. Вылазит опять. Иди посмотрим. Она же... Опа! Рожек один, два. Опа-опа! Так, а ну давай, подруга, выползай оттуда. Катюха! Ага. Тут что-то происходит. Упс. Так, ну... Да, доверие к миру на нуле. Нет, нет, это она что-то... У Кэти есть оленьий рог. Вот зачем ей рожки от какого-то там... От какой-то скользкой улитки, да? Когда скажи Кэти, смотрите, какой у неё рог. Вот. Нравится ей этот рог. Она его грызёт. Ну, он такой, как деревяшка, в общем-то. Вика притащила нам подарочки. Но мы ничего не открывали, потому что ждали Сашу. Ну, показывай. Это стопроцентно натуральной продукции. Здесь кокос, а в кокосе ром. Это так вкусно. Выпить вдвоём при свечах. Я смотрела это подробно, как вы его выбирали в этом. Он вам подарил такой, да? Очень вкусно, да. Класс. Так, дальше. Мама, это тебе кремчик, чтобы ты была у меня молодая, красивая. Ой, ой, ой. И, ну, в общем, это вам двоим кремчики. Пользуйтесь. Чтобы мы оба были красивыми. Это самые классные кремчики, натуральные. И что ты думаешь, вот это в складочку личика может разойтись, да? Ну, проверите. Гуля, ой. Проверите. Я ещё не проверяла, но Катина подружка жила в Доминикане, и вот она всё время заказывает, чтобы ей привозили с Доминикана вот эти два крема. Угу, отлично. По несколько баммок, слюну, короче, мне очень нравится. Так, вот такой у нас крем. А и тебе ж здесь, да, конечно. Так, дальше. Вот это вот такой вот фрукт, который называется яблоко в сметане. Ух ты. Ничего себе. О! Его надо прямо есть, потому что, видите, да? Э, Кэти, ты что, бухать хочешь? Так это что? Его со шкуркой прямо? Нет, его надо разрезать и это самое, и внутри всё начинку есть. Дальше поехали. Это тоже фрукт. Вот попробуйте и скажите, на что похоже. Это очень знакомый вкус, но вы будете долго думать, на что похоже. Так, ты мне скажи, это рассказывай, что надо чистить, что не надо. Это всё просто внутренность единая. Там и там. Ага, просто внутренность. Вот это, не знаю вообще, что это такое. Прикольно. Это нам не давали в отеле, ну, то есть таких фруктов. Мы не понимаем, что это. По ощущениям, оно уже начало подбраживать, когда ехало. Но мы его купили вчера и сегодня привезли. Ну, в общем, оно мягкое. И вот я хочу, чтобы мы сейчас разрезали. Сейчас будем всё пробовать. Так, ну, а это авокадо, который гигантских размеров у нас такие не продают. Очень сладкий, вкусный, но ещё зелёный. Надо, чтобы поспел был мягкий. Это дня три. Его где на подоконник положить? Нет, его надо в шкаф, в тёмное место. А, наоборот, в тёмное. И не забыть, потому что... Нет, не забудем. Забывально, да. Всё. Красиво. Давайте вот это попробуем. Давайте. А ну, покажи, что мы попробуем. Вот это вот. Ага. Кто знает, что это за фрукт, напишите в комментариях. Боже, откуда эти все твои подписчики всё знают? Они мне даже написали, как вот та твоя улитка называется, которую ты собиралась брать. А, кстати, что с улитками ты привезла? Нет. Нет? Они остались жить в своей... на своей родине. В природе. Да. Правильно. Что? Ну, тебе тоже дадим всё попробовать. Дадим, конечно. Ты тут гвоздь программы. Так, вот наши все подарочки. Так, ну, это вы поняли, да? Это мы будем пробовать с Сашей вдвоём. Класс. Тарелочку, ножичек. Сейчас будем всё пробовать. Спать человеку. Так, Вика разрезает. Так, я не знаю, вот честно, это она уже сгнила или нет? Запах странный. Ну, будем пробовать. Будем посмотреть. Будем пробовать. А ну, давай на Саше проверим, съедобно или нет. Она не маракует, нет? Нет, она не такая маракует. На Саше проверим, съедобно или нет. А это ж сидит же просто ровненько. На кейте. Не надо нам будет тут. Ой, запах очень странный, понюхай. Так, иду. Первая пробует Вика. Ну, сладкая. Я не буду участвовать. Не знаю. Саша пробовать отказался, ему идти на работу. Мне кажется, оно просто уже поздно его кушать надо было вчера. Но оно было мягким. Вот мы его брали, оно было уже таким мягеньким. Ой, ты бы не давала ей. Она не ест, она по листу. Ну, попробовать. Ну, в общем, не прошел, не прошел вот этот фрукт у нас дегустацию. Может быть, оно уже просто испорченное, перезревшее, а может быть, это так и надо, никто не знает, и мы тоже. Обиделась. Дали что-то невкусное. Лучше рог погрызть, да? Лучше я свой рог погрызу. Там еще будут дегустации. Будет еще дегустация. Так, первый фрукт не прошел тест. Вот. Ой, там какая-то косточка. Как в манго, да? Угу. Ага. Это не манго, это. Ух ты. О, какая красивая косточка. Класс. Слушай, надо посадить. Ой, я только хотела сказать, давай посадить. Смотри, репнуши, она уже готова прорастать. Угу. Угу. Да, это надо посадить однозначно. Так. А теперь, мама, я сейчас тебе так отрежу и буду тебя снимать, как ты пробуешь и отгадываешь, на что оно похоже. Да, давай. Мне первой возможности это все попробовать. А ну, понюхай. На запах есть какие-то ассоциации? Гарбуз этот. Тыква. Ха! Это ж надо прям с первого раза. Ну, так запах тыквы. Пробуй. Конечно, тыква только уже готовая, отваренная. неотваренная, запеченная. вот такая с сахаром или с медом. Это вкуснее, да? Попробуем кусочек? А ну. Какие эти заморские фрукты пробуют. Сейчас я тебе отрежу. Сейчас эти кусочки. Ну, скажи, классная, как очень вкусная тыква. Да, очень вкусная тыква. Это, наверное, улиточки можно дать попробовать. Улиточки мы еще там. О, вкусная. Как называется этот фрукт или овощ? Вот, нет, я за вот этот, Вика, говорю. Тоже, если кто-то знает, напишите, потому что Вика... Это фрукт. Это фрукт, да? Вот, Вика, такой фрукт привезла. Это очень вкусно. Это очень вкусно, Это уже на испанском написано. Саша не хочет пробовать. Гуанабана, вот это. Так. Гуанабана. Гуанабана. Да. Сейчас будем разрезать. Знаешь, сколько стоит у нас в Украине это? Ну. 2800. Кошмар. Вот это. Вот это, да. Но за 2800, даже если под гнило я буду есть. А-а-а-а. Так. А еще пока Вика режет, я вам покажу. Смотри, смотри, смотри. Вот это. О, смотрю, смотрю. Там тоже косточки. Так, мне тоже такие косточки я тоже посажу. Это что-то очень интересное. Пока Вика режет интересно, я вам покажу. Смотрите, нашей улиточке пошел тоже экзотический фруктик. Я думаю, ей понравится. Смотрим. Да, а вот это прямо вот так вот. Прямо вот так вот кушать. я скажу, не пропала я, потому что я его пробовала. А, ну. Нормально. Вкусно? Такое ей должно быть. Так, и я попробую. Настроилась? Настроилась. А это похоже... Это очень похоже на ананас. Да. Его называют яблоко в сметане. Очень похоже на ананас. Очень вкусно. Ну, мы ананасов там ели много, мне оно не похоже на ананас. Ну, прикольная штука, да? Ну, Казин. Там косточка, ты ей сейчас дашь с косточкой. Похоже на ананас, она попробует. еле-еле-еле зашло. Короче, очень, очень оригинальный вот этот вкус. Мне очень понравилось. А мальчикам нашим не понравилось. А нам с Катей очень понравилось вообще вот эта штука. зашла аж бегло. Я решила, что такую экзотику без вина нельзя. Поэтому ваше здоровье. За Доминикану. За Доминикану и за хороший ваш отдых. За Доминикану. За Доминикану. Ну, ты мне сказала Доминикану, она. За Доминикану, я сказала. Оно склоняется? Ну, так, конечно, если она, то склоняется. Ну, хорошо, будем склонять. За Доминикану. За ваш классный отдых. Да, отдых вообще супер был. Ну, всё, вино и фрукты. Класс. Воскресенье.